Добрый день, коллеги! Сегодня у нас 3 декабря, мы по сути завершаем год и подведем сегодня итоги великолепного ноября, где мы заработали прекрасные проценты на крипторынке, прекрасные доходы показал американский рынок и удивил нас местами российский рынок. Обо всем этом мы поговорим в сегодняшнем подкасте, также я расскажу о том, какие технологии мы используем в Дискорд и почему вы, участники Дискорда, являетесь участниками самого прогрессивного и технологичного сообщества. Итак, прежде чем начнем, я напомню о том, что вся представленная информация ни в коем случае не является индивидуальной институтной рекомендацией и предоставляется неограниченному кругу лиц, исключительно в целях ознакомления и самообразования. У нас сегодня адженда такая, то есть мы разберем российский рынок и поговорим о тех идеях, которые сработали, поговорим о ситуации с биржей СПБ и о третьем эшелоне, по которым я проводил эксперимент. Эксперимент завершился, мы будем двигаться дальше, я расскажу, какие я получил результаты данного эксперимента. Далее пройдемся по валютному рынку, доллар, золото, серебро, уран, нефть, крипторынок. Расскажу про сигналы, которые отработали больше, чем на 600%, и это была такая прекрасная безубыточная серия про биткоин, про роботов, которые у нас работают, трудятся, не покладая рук, и два слова про гарантированный доход, можно ли его получать в целом на крипторынке или вообще на любом рынке. И рынок США, мы разберем, как и на чем мы заработали, как показали себе стратегии Momentum и Swing, про ралли и рецессию, и в целом, какие изменения у нас были внедрены и еще ожидают в будущем году. Начнем с российского рынка. Да, я сделал тайм-коды внизу, надеюсь, они работают, и каждый из вас может выбрать интересующий его блог и послушать именно то, что интересно ему. Рынок России. Итак, начнем с того, что происходящее на бирже СПБ каким-то образом было предрешено в январе текущего года, и каким-то образом ценовое действие графика котировок СПБ биржи уже заложило, уже заложило то изменение, которое мы увидели на прошлой неделе. То есть, вот это вот снижение на 73% было заложено еще в январе. Каким образом, я не знаю, кто отставил нам эти хлебные крошки и эти следы, но цена нам об этом указывала еще в январе. Я об этом написал, был пост на моем канале в TradingView. Я написал, что цена получила отказ от преодоления и закрепления на 200 средний. Уровень цены 90% все еще актуален. То есть, уже в январе мы видели, что цена говорит о том, что она пойдет на уровень 90%. Вот, и я также написал, что я не знаю, какие риски тут закладываются, чтобы сложить актив почти пополам, но это неизбежно. И эта неизбежность, она наступила, то, о чем я говорил в январе, она наступила довольно-таки резво. И мы можем увидеть, что в январе мы были вот здесь, вот здесь я писал об этом, что что-то происходит неладное и указывал вот на этот уровень, что мы придем сюда такой могучей стрелкой. Вот она была здесь, да, и я здесь нарисовал, что мы идем вниз. То есть, цена получила отказ, она не смогла закрепиться. И тогда цена СПБ стоила 156-160, да, и сейчас меньше 90, она 80 с чем-то, да, я так понимаю, сколько она сейчас стоит. 87, ну да, 90, можно сказать. Вот, и мы сюда пришли. И что будет дальше, тут есть два варианта. Либо биржа выживет и вернет деньги вкладчиков, да, ну и вкладчиков, трейдеров, инвесторов, называйте, как хотите. Вот, и если биржа вернет деньги, то мы придем вот сюда вот. То есть, биржа, цена биржи пойдет ликвидировать верхний ФВГ, вот так вот, бам. Таким образом, если это произойдет, то мы вернемся и заработаем наши 77% обратно. Вот и все, все очень просто. Это ценовое действие. Нам важно понимать не только точку входа в актив, но и его цель, куда он движется, зачем он движется, почему он туда должен двигаться. Вот этих ответов, к примеру, нельзя получить на крипторынке, потому что, ну, на крипторынке нету бизнеса, который аккумулирует деньги, аккумулирует еще один бизнес и развитие этого бизнеса приводит в действие цену. Нет, такого нету. А здесь это реально бизнес, и мы, предвосхищая те или иные действия, понимаем, куда может, вероятно, цена пойти. Поэтому, если биржа вернет деньги, скажет, ребята, все, мы договорились с контрагентами, с цепочкой депозитариев, вот ваши деньги, забирайте. Если у вас есть там столько-то времени, чтобы перевести согласно тарифам биржи и так далее, или перевести активы и так далее, вот, то мы увидим возврат цены. Второй момент может случиться так, что биржа переродится в какой-то новый бизнес. Ребята писали в Дискорде, что, ну, одним из вариантов может стать, например, торговля опционами или торговля криптовалютой. То есть, это такие сектора, придя в которые, цена может хорошо задвигаться и, опять же, пойти закрыть этот ФВГ. Вот, и это тоже триггер, который отработает положительно для цены. Технически сейчас актив перепродан. Понятно, это была паническая распродажа. В моменте можно было здесь встать в лонг и на этой распродаже забрать вот это движение, 23%, которое отбилось обратно. Вот, но это надо было заниматься скальпингом, потому что потом это все вернулось на исходную. Вот, поэтому кто работает с перепродажами или перепроданностью, перекупленностью, то он мог забрать это движение. В целом, здесь пока ждем триггер, ждем тех дат, которые называла биржа, там, начало декабря, что будут какие-то новости. И дедлайн, то есть крайний срок, чтобы трейдеры и инвесторы могли забрать свои деньги, это конец января. Посмотрим, что будет. И если это произойдет, вы заработаете 77%. Если этого не произойдет, сейчас мы удалим все ненужное, то смотрите, у нас есть, опять же, на более старшем таймфрейме две вещи, которые мы можем рассматривать как сценарий. Если не произойдет, то у нас есть тень свечи, вот она, на уровне 64%, куда актив нам намекнул, что он может туда сходить. Вот уровень, он сказал, я легко могу сюда прийти, без проблем. Как бы, и это будет, ну, еще порядка 30%. Без проблем в этом вообще ничего удивительного не будет. Но, если биржа решит свои вопросы, то вот эта перепроданность и вот этот молот подвешенный, который здесь есть, который говорит о том, что может сейчас случиться смена тренда, то тогда отсюда в лонг легко на недельном таймфрейме вы, имея крепкие нервы, заберете свои плюс 86% в лонг. Вот такая история с SPB биржей. Ничего сложного, никаких здесь фигур нет, никаких уровней здесь нет. Никакие средние вам тут не помогут абсолютно. Здесь есть ценовое действие и триггер, который должен отреагировать на, который должен дать реакцию на цену, и цена должна откликнуться. Вот и все. Поэтому ждем решения. Я не работаю с опционами, поэтому не могу сказать, кто может поставить в обе стороны и заработать либо на колах, либо на путах. Но если кто-то работает, то вполне можно на этих уровнях поставить и путы, и колы, и забрать то, что сработает. Я знаю, что так делают, я знаю, что это абсолютная норма в опционах, и это может сработать. Потому что у вас есть два мощных триггера. Либо биржа вернет деньги, либо биржа не вернет деньги. Я просто пытаюсь вас приучить к тому, чтобы вы в проблеме не видели проблему, чтобы вы в любой проблеме видели способ заработка. Потому что мы здесь для заработка. Мы здесь не для того, чтобы лечить животных или сажать помидоры. Мы здесь для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому в любой такой ситуации нужно видеть возможность. Потому что такие ситуации возникают крайне редко, если вообще возникают. И это возможность, которую нельзя упускать, с которой нужно работать, на которую нужно зарабатывать. Поэтому смотрите на это, как на возможность. И бумаги с ПБ биржи торгуются, с этим можно спокойно торговать. Если вы умеете работать с опционами, со стрэдлами, которые в два конца ставятся, пожалуйста, берите и срабатывайте. Не надо видеть в этом проблему, читать новости, следить за политикой. Это ни к чему не приводит. Никаким доходом еще не приводило никогда и никого. Окей. Это что касается СПБ биржи. Поэтому мы знали заранее, что такое может произойти. Такой сценарий может быть. Кто прислушался в январе, открыл шорт, тот забрал свои 73% на днях. Все. И может заработать еще больше. Если продолжить находиться в Дискорде и общаться, и смотреть за тем, что мы публикуют. Идем дальше. Третий эшелон. По третьему эшелону я проводил исследования ссылку на исследование я оставлял под обзорами. Суть исследования была в чем? Найти закономерности и зарабатывать на том, что мы видим в ветке третий эшелон. Расскажу коротко, что происходит, что такое третий эшелон и так далее. Вернемся в Дискорд. Итак, третий эшелон. Каждый день утром, начиная с 10-15, специальный робот подбирает акции второго, третьего эшелона, в основном это третий эшелон, которые показывают рост более 3%. Плюс он показывает самые быстро растущие акции. Всегда подбирается топ-5 акций. И далее он каждые 15 минут показывает быстро растущие акции. Каждые 15 минут. Таким образом, у нас есть возможность отслеживать динамику каждой бумаги, как она динамически растет, и принимать торговые решения. Торговые решения мы принимаем на основании того скрипта, который создан и подвешен в закрепе. Что я заметил из моего исследования, которое я проводил ранее на третьем эшелоне? Первый момент. То, что самый хороший рост появляется не в 10-15, когда появляются первые сигналы, а в 10-30. То есть в 10-30 прям такой уже разогретый рынок. И мы уже видим явных лидеров, которых можно начинать анализировать. И эти лидеры могут показывать в моменте 8-10-17% роста. То есть это очень такие резвые бумаги. Безусловно, надо смотреть на разные критерии этих бумаг. Но о критериях я рассказывал в специальном скрипте. И те бумаги, которые подходят по данным критериям, мы ими начинаем торговать. Что за критерии, я в двух словах напомню. Первое. Мы смотрим, чтобы акции росли на более 3%, чтобы она отвечала тому скрипту, который указан здесь. Плюс ко всему, по итогам исследований, я обратил внимание на то, что не стоит торговать дорогими бумагами, которые стоят 10 тысяч, 60 тысяч. Не имеет смысла, потому что ликвидность там не очень хорошая. Можно застрять с этими бумагами. Плюс ко всему, нужно иметь большой капитал, чтобы на третий эшелон выделить там 1-2%. То есть у вас должен быть огромный капитал, из которых там 60 тысяч, это там 1-2%. Поэтому такие бумаги я сразу пропускаю. А вот бумаги типа там 6 рублей, 14 рублей и так далее, 8 рублей, самое то. Что еще? Когда я вижу, что какая-то бумага выстрелила в 10.30 в начале торгов, я беру ее, копирую, вставляю в поиск и смотрю, появилась ли она у нас первый раз или она у нас уже была в предыдущие разы. Таким образом, вот здесь вот, даже не переходя еще на шестую вкладку, я вижу, что, например, U-Tayer у нас появлялся очень давно. Шестая вкладка, это может быть месяц назад, даже 2, смотрите. Да, это вообще октябрь. Мы ее, кстати, еще отдельно торговали. Вот, и она у нас появлялась по 17.52, по цене 17.52. Вот, и сейчас она торгуется 14.58. То есть, мы понимаем, что эта история такая долгоиграющая, она у нас уже была. Мы заходим в наш терминал, TradingView, заходим, ну, вы используете TradingView, заходим на дневку и смотрим, как бы, что она делает, куда она двигается. К примеру, здесь мы видим такую нисходящую историю, которая может выстрелить в лонг, потому что вот эти истории, они в основном лонговые. Да, когда, что здесь происходит? Здесь происходит компрессия. Вот она. Цена идет в нисходящем канале и рисует компрессию. И нам нужно, чтобы она закончила эту компрессию, ее отсюда, ну, как бы ее зажимают, зажимают в тиски. И нам нужно, чтобы она отсюда вышла вверх, желательно. Да, и тогда мы на ней, собственно говоря, заработаем. Таким образом, мы анализируем те бумаги, которые падают к нам в третий эшелон, подключая дополнительно сюда еще и этот индикатор, который мы используем. Также можно пойти на младший таймфрейм и пятнадцатый таймфрейм, пятнадцатый минутный и посмотреть, что здесь происходит, либо час, если мы хотим просто отторговать в течение дня и вообще ничего не трогать, не заходить в эту бумагу. В таком случае я рекомендую, если мы берем час, я рекомендую тогда обращаться к свечному анализу. Вот здесь, например. Смотрите, бумагу пролили. У нас есть вниз поход. Есть свеча вот эта вот самая большая продавцов. Далее у нас есть молот, который говорит о смене тренда. Одновременно с этим мы видим, что она перепродана. Ее перепродали. Вот она. Все. И отсюда она пошла вверх. То есть на этом молоте мы могли просто зайти и забрать наш движ. Вот он. 13% для сессии, да даже 10, да даже 5. Это прекрасный результат. Просто забрали и ушли. И плевать, что она там дальше вниз пошла. Потом она пошла вверх и выросла еще там на 10%. Плевать, честно. Заберите ваши 5-10% и не паритесь вообще. Вот. Поэтому часовик, RSI, индикаторы RSI это все бесплатно. В TradingView вы регистрируетесь бесплатно. Не надо ничего оплачивать. Не надо. Все индикаторы бесплатные. Я просто TradingView очень редко пользуюсь. Пользуюсь, чтобы вам что-то показывать. Так вот. Берете RSI, вот этот индикатор. Посвечной анализ. Обучалка посвечном анализу есть у нас в Дискорде. Напишите в чат, если не найдете. И все. И вперед. И смотрите на эти свечки и двигайтесь по ним. Вот. И как вы знаете, чем отличаются индикаторы от осцилляторов. Вот это, например, осциллятор, она имеет ось. Да. Индикаторы это в основном там средние там и так далее. Так вот. Индикаторы, чтобы они вам что-то проиндицировали, индикатору нужно время, чтобы он накопил информацию. Соответственно, индикатор показывает вам, формирует информацию и сигнал на прошедшем, прошедших данных, на прошлых данных. Вот. И он говорит, возможно, возможно, мы сейчас пойдем вверх. Возможно. Вот так говорит, так говорят индикаторы. Например, если вы берете средний, там, двадцатую, десятую, или там, пятидесятую, двухсотую среднюю, вот десятая вылезла из-под двухсотой, вы такие, окей, это голден кросс, да, это пересечь, целозолотое пересечение, значит, пойдет в рост. Но на самом деле это данные сформированы из прошлых данных и пересечение это может свалиться вниз, может уйти в боковик, может ничего не происходить. И это нормально, потому что это прошлые данные. Если мы берем осцилляторы, такие как RSI или Magdi, то осциллятор интерпретируется немного по-другому. осциллятор говорит вам следующее. Например, актив перепродан, да, вот в данном случае он перепродан красным, горит внизу. И он неизбежно пойдет вверх, обратно. Когда? Я не знаю. Смотри на свечки. То есть осциллятор вот так с вами разговаривает. И осциллятор вам говорит о том, что неизбежно произойдет. Он не знает, когда именно, этого никто не знает. Поэтому есть свечки. Поэтому вы можете сюда уже какие-то средние добавить или еще что-то. Вот. Но осциллятор говорит вам, неизбежно что-то произойдет в будущем. Это произойдет. Это вот неизбежно. Вот. То же самое здесь. Он говорит, что это произойдет. Мы можем перейти на старшие таймфреймы, если здесь есть у него там какая-нибудь перепрода. Вот. Смотрите. Осциллятор вам говорит, неизбежно цена пойдет вниз. Она пошла вниз. Да. Мы нашли разворотную модель свечи. Тут еще что-то поковырялись продавцы. Это все обвалилось. То же самое здесь. Да. Вот. Индикатор сказал, осциллятор сказал, что я пойду вниз. И он пошел вниз. Вот он свалился. Вот и все. То же самое и снизу вверх. Вот здесь. Внизу. Тем более он нарисовал голову и плечи. Смотрите. Это инверсионная модель. Сам осциллятор нарисовал. Он сказал, я пойду вверх. И он пошел вверх. Смотрите. Вот вы заходите здесь. Вот покупатели пришли. И вот вы пришли, заработали 30%. Ну, давайте здесь. 22%. Ну, даже 20%. Прекрасно. Почему мы здесь вышли? А потому что вас выплюнули. Ну, цену выплюнуло в перекупленность. Из перепроданности пришли в перекупленность. Можно добавить средний, младший, старший. Это уже не важно. Я хочу, чтобы вы понимали. Индикаторы показывают, основываясь на прошлых данных, осцилляторы показывают то, что неизбежно должно произойти. Они, конечно, тоже показывают на накопленных данных, но индикаторы говорят, может произойти, может не произойти, а осцилляторы говорят, неизбежно произойдет, но не знаю когда. Вот, погнали дальше. Поэтому третий эшелон это самый бодрый, что сейчас есть на российском рынке. Все остальное такое вяло текущее. поэтому третий шелон действительно очень бодро себя проявляет. Поэтому когда увидите, что здесь появилась бумага, зайдите в поиск, посмотрите ее на 15-минутном таймфрейме или часовом. Нет, давайте 15-минутный не будем брать. Часовый. Возьмем часовый таймфрейм, посмотрите на нем, добавьте RSI, проведите свечной анализ. По свечному анализу у нас есть материал о шпаргалках. Зайдите в чат, спросите правильно вы видите или неправильно и все и зарабатывайте. И на серии сделок у вас неизбежны будут убытки, но чтобы несмотря на убытки вы получали прибыль, ваша задача никогда не изменять своей жене, шучу, никогда не изменять своей стратегии. Вот у вас есть стратегия, что вы всегда заходите в одну сделку 100 рублями, вы всегда выходите, если у вас убыток больше 10 рублей, и всегда выходите, если у вас прибыль выше 10 рублей. Вот всегда так и делайте. И все. у вас будет грубо говоря 100 сделок, из них 40 сделок будут в убытке, остальные 60 будут в прибыли. И по итогам всех 100 сделок вы будете неизбежны в прибыли. И плюс третьего эшелона в том, что вам не нужны большие суммы. Вы можете взять 500 рублей и начать нарабатывать бесценный опыт общаясь здесь в дискорде с ребятами и спрашиваю что к чему и почему. Идем дальше. Что у нас дальше по расписанию? По-моему я сюда смотрю расписание. Да. Это все что было по рынку РФ. Пойдемте на валютный рынок. Валютный рынок, валютный рынок. Где он у нас? Почему я держу валютный рынок отдельную ветку? Потому что валютный рынок указывает нам на те изменения, которые происходят на рынке и которые нельзя игнорировать. Потому что эти изменения они меняют доходность разных классов активов. То есть если мы видим что растут металлы, растет золото, растет серебро. Про золото и серебро я пишу несколько месяцев уже. И я указывал на фигуры, которые мы отрабатываем, указывал на уровни, на которые мы придем. И мы эти уровни все успешно преодолели. И когда эти металлы растут, значит акции будут, особенно технологические акции, не будут себя очень хорошо чувствовать и надо с этим быть аккуратным. То же самое касается урана. Уран растет на фоне конфликта на Ближнем Востоке, конфликта в Африке, смены власти в Африке и плюс ко всему растет натуральный газ, на котором вы заработали по сигналу минимум 25%. Вот когда эти вещи растут, это все говорит о том, что надвигается рецессия, надвигается кризис. Это все, опять же, это неизбежно, потому что система капитализма должна периодически перезагружаться. кроме рецессии больше ничего не придумали и рецессия это единственное, что перезагружает всю систему, все обнуляется, слабые погибают, выживают сильнейшие и дальше наступает новый цикл экономического роста и эти лидеры ведут за собой всю экономику, весь рынок и так далее. Поэтому вот эти истории, натуральный газ, уран, о котором я пишу, серебро, золото, это все будет расти. Будет расти и дальше и посмотрим до каких уровней это дойдет, но пока в мире все крайне нестабильно, поэтому говорить о том, что это все остановится быстро не приходится. И сейчас мы когда будем подводить итоги по акциям, я еще на кое-что обращу ваше внимание. Поэтому имейте в виду, что та же нефть, то же золото, то же газ, тот же уран, они будут расти и дальше. Разметки я всегда размещаю в commodity trading, у вас к нему есть доступ, если у вас нет в дискорде, переходите по ссылке под роликом и добавляйтесь, у вас будет 30 дней бесплатного пробного периода, тестируйте, общайтесь, если за эти 30 дней вы заработаете на подписку, можете ее себе оформить, не заработаете, останетесь в дискорде на тех бесплатных ресурсах, которые также размещают для подписчиков, у которых нет денег на оформление подписки. Вот, поэтому комоды будут расти и товарные рынки будут расти. Что касается валюты, касается, что касается валюты. Сейчас мы придем. Смотрите, вот этой разметки уже много месяцев. Я о ней говорил. И я вот здесь говорил, покупайте доллары, покупайте. Налом, безналом, не важно, покупайте. Кто здесь купил, кто заработал, давайте измерим. 3%, 4% на ровном месте. На ровном месте. Я обогнал инфляцию долларовую. Вот, этот уровень был размечен давно. Вот, давайте покажу вам, чтобы не быть голословным. ай, нет, это не здесь, это новый. Вот, вот, это когда было? 28 октября, месяц назад, больше месяца назад, я писал, что, ребята, вот есть уровень, вот мы туда придем, и отсюда нас выплюнет обратно. И мы будем потом двигаться на 110. Я предупреждал. Также я предупреждал, когда доллар еще стоил 55, вот здесь вот я предупреждал. Я говорил, покупайте, 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 вот, что это все будет расти. Вот, и кто купил, тот заработал огромные деньги. Просто доллары можно было купить, и сейчас можно купить в банках наличные по биржевому курсу. То есть для этого даже не надо бургерский счет открывать. Я ни к чему не призываю, я лишь показываю ценовое действие. и ценовое действие нам говорило, что будет здесь отскок. Этот отскок произошел, и я сейчас показал вам на графике, вот этот отскок, мы отскочили, вот, и судя вот по этой свече, она не планирует останавливаться, и этот рост продолжится. Я не макроэкономист, чтобы говорить, а вот это происходит потому, что потому, да, я дипломированный финансист, поэтому экономику я оставлю знатокам, но скажу, что технически произошло то, что было суждено произойти еще месяц назад, и об этом было известно. То же самое касается евро, да, я тоже говорил, что есть канал, и мы сюда придем, и от него будем отталкиваться. Мы пришли и начали отсюда отталкиваться, и его евро будут тоже возвращать выше 100. Когда это произойдет, конечно же, я не скажу, вот, но есть такие вот неизбежные истории, которые всегда, всегда возникают. То же самое натуральное, касается натурального газа, я говорил о том, что мы придем на уровень 3, мы пришли сюда, сейчас газ выплюнули в перепроданность. И опять же, смотрите, мы на дневном графике, это основной график, который используют любые трейдеры. Смотрите, мы пришли в зону перекупленности. Вы могли здесь встать в шорт, тем более у вас на свечном анализе у вас есть вот этот вот доджик, который говорит о смене тренда. Все, тренд меняется, он прямо звонит вам в колокола. Говорит, тренд меняется, тренд меняется. И вы, что вы делаете? Вы открываете здесь шорт, вам сначала, вам сначала он дает плюс 3 убыток, но вы его не закрываете, да, и идете вниз и зарабатываете и зарабатываете свои 20%. Почему? Потому, почему вы здесь не закрываетесь, да, потому что вас не, во-первых, вы все еще на уровне перепроданности, перекупленности, прошу прощения, вот, да, вы все еще наверху, с чего вам здесь шорт закрывать, да, где вы могли еще закрыть шорт? вы могли закрыть вот здесь вот, потому что здесь, здесь было ФВГ, здесь было ФВГ, вы могли просто прийти сюда, забрать 8% за неделю и уйти, пожалуйста, не 20, 8, вы часто зарабатываете 8% в неделю, вот, почему? Потому что мы знали, что здесь перекуплено и это должно обвалиться, и мы увидели свечном анализе тот же, вот он, все он вам сказал, ребята, я падаю, и мы глянули по Smart Money, не знаете, как смотреть Smart Money, пишите мне в чат, я гляну, без проблем, вот, раз, сюда мы пришли, два, сюда мы пришли, пришли же, забрали ликвидность, пошли вверх, пришли, забрали ликвидность, чуть-чуть подросли, эх, не хватило сил, опять обвалились, тут забрали огромную ликвидность и пошли вверх, все читаемо, все видно, идем дальше, почему мы пришли сюда, да, вы задаетесь, наверное, вопросом, почему мы здесь остановились, мы на самом деле не остановились, это будет все падать, И нам надо понять, куда это будет падать. Мы можем ходить на старший ТФ и посмотреть, что падение только началось. И нам ничего не мешает вернуться на ту поддержку, которую цена неоднократно размечала. Это такие, знаете, хлебные крошки, которые надо видеть. 2,2. Мы можем прийти на 2,2. Мы здесь были много раз, стучались об этот уровень. Стучались, стучались, не могли его пробить. Почему бы и нет, не попробовать еще раз? И его продавливают. Цену продавливают, и вполне возможно, мы придем сюда. Но прямо сейчас я бы не заходил, лично я как трейдер, просто потому что таких историй, перепроданных или перекупленностей, крайностей нет. Зачем мне здесь сейчас в этом участвовать? Я подожду. Пусть он свалится в перепроданность. Вот как здесь. Пусть он свалится. Я посмотрю на свечки. Вот здесь я зайду. Или вот здесь я зайду на этой свечке. Но даже здесь я зайду без проблем. Заберу 8%. Могу перетерпеть падение на 11%, а потом забрать 23%. Почему можно перетерпеть? Потому что нас не выплевывает обратно, хотя бы в середину, на ось. Мы здесь толкаемся в перепроданность, несмотря на этот рост, еще что-то. Мы все еще в перепроданности. Мы должны отсюда толкнуться. И мы отталкиваемся. Мы отталкиваемся. И со временем мы понимаем, что вот это все формировало историю поддержки. Не перепроданность, а поддержки. Вот это поддержка. Потом от нее оттолкнулись, подросли очень неплохо. Да? Вот отсюда. На 60% подросли. Лето закончили. И вот валится, валится все, сыпется обратно. Такая история с комодами. Комод здесь интересная. Поэтому подождите, пока на дневке цена свалится в какую-нибудь... какую-нибудь крайность. Поищите на свечном анализе точку входа и зарабатывайте деньги. Как еще? По-другому никак. Надо, надо, надо пробовать. Кто-то добавился. Надо будет проверить. Не забыть. Так. Где мы? Расписание. Да. Доллар, золото, серебро, уран, нефть. Нефть. Давайте нефть глянем. Нефть. Как хорошо двигаться по расписанию, чтобы не упускать. Смотрите. У нас даже была какая-то история тут. Это, наверное, старший таймфрейм. Вряд ли это рисовалось на маленьком. Да. Так, нефть пока это сценарий не отработал. Давайте посмотрим на нефть. Что происходит? Во-первых, нефть ниже 80 никому вообще нафиг не нужна. Это неинтересная цена. Она никому не нужна. Никто на этом не зарабатывает. А всем нужны деньги. Всем нужна дорогая нефть. Высокие цены на нее. Поэтому цену здесь никто оставлять не будет. Вот. Это ежу понятно, как говорится. Ни одной стране это невыгодно. Да, мы здесь что-то отрабатываем похожее на голову и плечи. Да, вот плечо левое. Вот наша башка. И вот еще одно плечо. И вот здесь мы начали топтаться. Вот. Но если мы берем классический технический анализ и берем глубину шеи, это 12%. Ну вот сюда мы можем прийти... Ой, я 15% отчертил. Прошу прощения. А, ну смотрите, как интересно. Голова, глубина, глубина, смотрите, как круто. Глубина шеи, вот эти 12%, приземляет цену ровно на ту поддержку. Опять мы здесь уже были. То есть, почему рынок цикличен? Почему любая цена актива циклична? Потому что все действия на графике происходят через психологию человека. И человек каждый раз делает одно и то же. Поэтому мы видим одинаковые фракталы, одинаковые ценовые действия в любом активе. Поэтому каждый раз рынки возвращаются на те уровни, где они ранее были. То есть, вот этот цикл вам всегда повторяется. Поэтому здесь, даже если кто-то нефть выплюнет на уровень 60, у нас произойдут одновременно три вещи. Первое, отработается глубина шеи. Второе, мы придем на поддержку, где мы уже были. Последний раз мы были в июне. И третье, я уверен, что мы придем на уровень перепроданности. То есть, мы пробьем по RSI перепроданность. И тогда что? Мы найдем какую-нибудь свечку разворотную и заберем отсюда движение вверх. Потому что психология человека не меняется. Вот и все. Это что касается нефти. Мы сейчас еще быстренько глянем час. Что у нас на часе? Смотрите, на часе история поинтереснее для тех, кто хочет заработать краткосрочно. У нас есть два FVG. Раз. Два. Они будут неизбежно ликвидированы. Неизбежно. Я не боюсь ошибаться, поэтому говорю, что это неизбежно. Второй момент. У нас есть... Где я? Где я? Нет. Эх. Да. У нас есть перепроданность. Смотрите. Раз. Два. Три. Ну и теперь посмотрим на историю перепроданности. Что... К чему она приводила? Вот перепроданность. Так. Вот она. Вот пришли покупатели. Для вас это хороший сигнал. Вжух. И уперли куда? В перекупленность. Вы могли хотя бы и здесь выйти, да, чтобы самым обманом не заниматься. Смотрите. Вы могли здесь выйти, потому что выплюнули в перекупленность. Заработать 3% за один день. Вот. Могли... Могли, конечно, передержать, но я сомневаюсь, что там так кто-то сделал, потому что здесь не было точки входа. Да, здесь был восходящий канал в RSI. Вот он. Но я сомневаюсь, что так кто-то торгует. Потому что, ну, это такая фантасмагория. На истории это видно. Ну, а когда у вас цена вот здесь где-то, вы не знаете, что она еще пойдет сюда. Вот, да. И вы ждете, пока она придет. И вы здесь гарантированно выйдете, потому что здесь она не уперлась в перепроданность, чтобы отсюда опять отскочить. Она просто откатилась. И вы, ну, как бы, хеджируя риски, просто закроете позицию, потому что вы все, заработали в лонг. А вот эта история, ну, она сомнительная, чтобы кто-то здесь заходил в шорт, потому что не сильно перекуплено здесь, мы не вышли за границы. Вот здесь еще можно. Здесь перекуплено. Да, вот. Перекуплено. И отсюда вы могли зайти, вот этот доджик ваш разворотный, да? Вот он. И забрать свои пару процентов. Плохо? Нет, прекрасно. Еще сколько там за один день? Да никакой день. Три часа. Здесь опять же у вас есть разворотная модель свечная, но нет крайности. То есть здесь нет перепроданности. Поэтому я бы не зашел, но вы, владея свечным анализом, могли увидеть вот эту трехсвечную модель. Вот это раз, два, три. И зайти вот здесь вот и забрать свои еще 2%. И здесь вы, вернее, цена уперлась бы в перекупленность. Вот здесь вот. Дала бы вам сигнал о том, что можно заходить в шорт, да? Вот здесь вот. Здесь еще и сигнальные линии RSI пересеклись. Еще у вас инверсионная голова и плечи на самой... Не инверсионная, а обычно голова и плечи на самом RSI. И все, вы заходите в шорт. Сейчас. Вот здесь вот. Вот ваш утренняя звезда ваша. Morningstar. И забираете опять ваши... Ну, 4,5%, да? Чтобы быть честным. Вот здесь все. Вас выплюнули в перепроданность. Здесь вы можете заходить в лонг. Вот здесь, когда пришли покупатели, вы более-менее спокойные. Добрать еще 1%. И здесь вам нужно уже вставать в шорт. Но здесь вы не станете в шорт, потому что цена не уперлась в перекупленность. И здесь есть риск, что вы свалитесь и склопочете убыток. Вот. И здесь есть риск того, что... Либо сработают ваши стопы, либо вы не ставили эти стопы и будете здесь ждать, пока цена отработает вверх с целью закрытия FVG, который был здесь открыт ранее, и FVG, который был открыт вместе с вашим депо. Вот и все. Вот. Поэтому я в таком случае, конечно же, закрывал бы позицию и забирал бы убыток. Ну, просто потому что я как бы не превращаюсь в долгосрочного инвестора. Когда что-то не срабатывает, я сразу фиксирую убыток. Вот. Что еще? На данном графике мы видим, что когда было резкое падение, после этого резкого падения нужно искать, опять же, свечную модель, и здесь был медвежий флаг. И этот медвежий флаг, тут риск в том, что вы должны были заходить... То есть этот флаг мог не превратиться в флаг. Он мог пойти закрывать сразу FVG. Соответственно, вы либо здесь заходили бы в лонг, отрабатывали флаг, да, уже без RSI, вы уже не смотрите на него вообще. Да, вы отрабатываете, что флаг не работает, он идет на FVG по Smart Money и закрывает его. Либо по классике открывается флаг, и вы вот здесь вот на пробое канала, вот здесь вот открываете Short и забираете ваши 2%. Вот и все. То есть либо вы по классике отрабатываете флаг и на пробое открываете... А давайте где здесь вставить? Я, может, помню. Вот здесь, по-моему, короткая позиция. То есть как открывается флаг, да? Вот так вот. То есть у вас есть риск либо потерять 0,9%, либо заработать 1,6%. Если мы берем... Это классический ордер блок, ой, ордер блок bracket, когда у вас buy limit, stop limit и take profit limit. Это вот bracket классический по флагу, вы ставите его и забираете эти деньги. Вот. Либо вы встаете в длинную позицию, если у вас произошел пробой наверху и этот флаг превратился просто в растущий канал, да, вы планируете тогда, что будет перекрытие FWG, вы рискуете 1% и хотите заработать 2%, 1 к 2. То есть вы как трейдер, у вас всегда в голове формула. Вы входите в любую сделку, либо когда у вас 1 к 2, либо 1 к 3, но не когда у вас там 1 к 1. Ну, то есть это прям такой риск-риск. Лучше заходить, когда больше вероятность заработать. И все. И вы выходите не потому, что здесь цена сноются, а потому, что здесь заработает ваш take profit. Цена может и дальше вниз пойти, но у вас уже здесь не будет, и это нормально. Не надо там переходить, жадничать, это уже как бы история именно психологии, поэтому этого делать не надо. Вот. Никакой жадности здесь не должно быть. Есть холодная голова, технический анализ взяли, провели его и заработали деньги. Это что касается нефти. Поэтому дешевая нефть никого не устраивает. Эта цена, она неизбежно будет идти вверх. Как заработать, как заработать я вам показал. Если будут вопросы, пишите в дискорд. Будем разбирать вместе. Крипторынок. Крипторынок. Давайте дальше. Крипто. Так. Крипторынок. Крипторынок. Где-то, где-то. Вот он. Итак. Крипторынок у нас закончился месяц шикарно. Шикарно. Было проведено всего на тему открою побольше. Всего было проведено 60 сделок. Из них 35 в лонг и 25 в шорт. Убыточных сделок из 60 проведенных было ноль. Зеро. Совокупная доходность составила 601.91%. Маржу, которую мы использовали, равнялось 10-20. Пары, которые мы использовали, в основном были DOGI, ING, LINK, CHZ и PYTH. Но 99,9% сделок это были DOGI. Я даже думал назвать канал DOGI STYLE, но подумал, что меня не так поймут. Поэтому не стал этого делать. Вот. В общем, это все сделки были по DOGI. Все сделки в основном сделки были в лонг. Хотя меньше половины было в шорт. И робот публиковал сделки топового трейдера. я уже про него говорил, что он управляет где-то миллионам долларов. И наша задача смотреть, что он делает. И имея только дисциплину, можно было заработать деньги. И еще важный момент. Чтобы работать с... повторять сделки, я сейчас подробнее про этого робота скажу. Всего лишь нужна дисциплина. Не нужен технический анализ, не нужно открывать график. Ничего этого не нужно. Нужен брокерский счет, и вы увидели сигнал, повторили сделку. Все. Что здесь важно понимать? первое. Управляющий не использует стоп-ордера. Их тут нет. Я не буду говорить, это плохо, это хорошо, не хочу никого оценивать. В общем, это факт. Управляющий не использует стоп-ордера. Это первое. Второе. Управляющий усредняет. То есть, если он открывает позицию в шорт и ставит на то, что там доги будут падать, а доги начинают расти, он будет его докупать, пока он не упадет. То есть, он будет докупать и будет верен своей стратегии, что доги должен падать. Поэтому каждый рост он будет выкупать. И наоборот, если он ставит на рост доги, а доги начинают падать, он будет выкупать каждое падение в надежде, что он вырастет. И этих усреднений было огромное количество в ноябре. Просадок было огромное количество. То есть, я видел, что в моменте там сделка шла не в нужном направлении, и там просадка была что-то 77%. Вот. И не знаю, благодаря или вопреки, как это называть, но из-за того, что не было стопов, не было и убытков. И 60 сделок они закончились все в профит, принеся трейдеру 601%. Но я скажу так, даже если вы заработали в 6 раз меньше по данным сигналам, то есть заработали ваше 100% за месяц, это великолепный результат. Если даже вы заработали 10%, это великолепный результат. Просто невероятный, офигенный результат. Вы можете этим гордиться. Поэтому я к чему это? Не обязательно все сделки повторять. если вы какую-то сделку пропустили, это неважно. Потому что сделок проводится много, и они практически все, как вы видите, прибыльны. Второй важный момент. Давайте окунемся в самого робота и посмотрим, как тут все работает. Как я и говорил, 99% сделок это доги. Это первое. Второе, всегда в 99,9% открыта всегда одна сделка. Одна. то есть чтобы понять, что открыто, вы заходите в крипто сигналы, видите, например, написано доги USDT sell. Sell это значит в short встали. Это какое количество вы взяли в short. Но это не важно, это медленная информация, это вам не нужно. И цена входа какая была? 0,085. От этого уровня начали шортить. Потом мы видим опять sell. Вот это называется усреднение, потому что смотрите, тут поставили на short, а цена растет. Была 0,085, стала 0,085.15. Он докупает еще 40 тысяч. То есть он сначала купил 10 тысяч, потом докупил еще 40. Он уверен в том, что доги будет падать, и поэтому все равно выкупает. и пока вы не увидите, что эта сделка закрыта, значит у вас только один доги и открыт. Все. То есть всегда открыт один актив. Он никогда не открывает 5 активов, 10 активов, и у нас открыто 10 разных ордеров. Такого не бывает здесь. И в этом и простота данных сигналов, что не надо бегать по рынку и пытаться найти выгодные криптомонеты. Этого не надо делать. Есть одна криптомонета и вы с ней работаете. Все. То есть ну проще говоря когда у вас есть жена вам не надо каждый раз заходить в тиндер и искать нового партнера на вечер. Потому что у вас есть жена. То же самое здесь. Когда у вас есть доги который постоянно работает и вы можете постоянно с ним на нем зарабатывать нафига вам искать новые монеты. Что делает управляющий? Он не ищет новые монеты. У него есть доги и вот он его туда сюда гоняет и все. И 99% сделок это доги. Просто когда вы видите что несколько раз возник доги с одинаковым ордером значит это усреднение. Значит берете и усредняете чтобы вас ликвидации не было. Но опять же я не говорю что нужно повторять за ним и усреднять. Я не говорю о том что нужно повторять за ним и ставить стопы. Я говорю о том что вот тот же доги те же сигналы вот эти можно начать практиковать имея в кармане 10 баксов. 10 баксов это сколько 800 рублей. Окей можно иметь 5 баксов. 5 5 5 баксами вы можете 5 баксов может стать стоимостью того что вы через год станете крутым трейдером потому что вы ваша цена ваших ошибок будет стоить вам 5 баксов но вы проведете там сколько если мы 60 сделок в месяц проводим ну окей 6000 сделок вы прошу прощения 600 сделок вы проводите за год чтобы стать крутым трейдером имея на аккаунте 5 баксов и все таким образом вы обучаетесь это самое важное и вы понимаете можете вы работать сигналами любыми сигналами или нет вы дисциплинированы или нет я поэтому здесь написал в чате что если в ноябре в ноябре вы были дисциплинированы все я не написал про технический анализ я не написал про там что вы были там крутым технарем нет что просто у вас была дисциплина вы увидели сигналы и последовали ему вы могли заработать более 600 процентов но повторюсь если вы заработали 10 100 50 процентов это все очень круто это нереально круто если вы смогли через сигнал это заработать еще раз повторюсь что 5 баксов достаточно да там это сколько там 300-400 рублей если конвертировать этого достаточно чтобы начать обучаться 5 баксов либо вообще можно взять блокнотик и тренироваться вот увидели записали просто вот увидели шорт да открыли блокнот записали доги дата такая время такое это встали в шорт и вот это время вам тоже надо засечь это очень интересная штука именно paper trading когда вы торгуете на бумаге сколько вам времени нужно чтобы записать ордер потому что когда видите сигнал вам нужно время чтобы вы зашли в ваш брокерский счет да вам нужно время чтобы разместить ордер так ведь вот поставить там тэк профит если вы используете в общем чтобы купить это все это тоже время это там 10-15 секунд запишите тренируйтесь дискорд невероятно крутое место вот наш 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 клуб именно для того чтобы обучаться того чтобы практиковаться общаться то есть вот провели 10 сделок в блокноте вышли в чат и сказали ребята я провел 10 сделок почему-то управляющий заработал там 20 процентов а я в убыток ушел что за фигня почему у меня так получилось и получить ответ я не знаю какие еще есть сообщества где с вами будут плотно общаться менторы да люди которые вам будут помогать становиться лучше я таких обществ не знаю также я не знаю общество где такое количество роботов помогает стать еще более эффективными вот поэтому по крипто сигналам благодаря подписчикам я сделал отдельно телеграм-канал для того чтобы это это удивительно но я не люблю телегу у нас там были сообщества но я ушел оттуда ну просто потому что там столько столько того что мне не нравится и я не хочу быть к этому причастным но телеграм-канал я сделал для того чтобы уведомления вы получали в моменте было много сообщений о том что уведомления с дискорда приходит не так быстро и не всегда их сложно настроить что нельзя сказать о телеге потому что в телеге уведомления приходят быстро в телеге уведомления приходят моментально и телега вам привычно поэтому для вас я сделал телеграм-канал который повторяет эти же сигналы но он не берет здесь дискорда он берет опять же именно с управляющего именно как сделку открывать мы берем вот поэтому телегу я сделал только для того чтобы вы уведомление вам был удобнее получать и все и переносить телеграм-канал с этими сигналами чтобы получить к нему доступ вам нужно перейти по ссылке внизу ролика попасть попасть добавится в дискорд перед прийти в чат крипто рынок вот здесь есть да вот этот чат здесь просто написать там хочу в т.г. и у вас будет 30 дней бесплатно чтобы вы потестили телеграм-канал эти сигналы если вы поймете что вы можете зарабатывать или вы начнете сериальных денег и заработаете и поймете что да это вам вам это удобно это в вашем ритме это в вашем часовом поясе потому что ну этот управляющий он торгует круглосуточно поэтому можно работать с ним ну почти круглосуточно можно работать из почти почти любого любого часового пояса поэтому если вы поймете что это ваше да вы придете дискорд и оформите себе подписку платную в целом на дискорд на весь дискорд на общение на крипто стратегии на все и бонусом получите эти крипто сигналы да останетесь в телеграме если у вас этого не получится то есть выпад потестить под поймете что как бы вы это не ваши ритм вы не можете в нем работать то в январе просто как бы придете скажете что это не ваша либо ничего не скажете вы ничего просто не оформите и я просто уберу вас из платного контента который у вас будет бесплатно в течение месяца вот и все все очень просто единственное что вы получите за эти 30 дней это невероятно количество знаний вы ничем не рискуете никакими деньгами ничего не оплачиваете вперед некие подписки не оформляете вам нужно только перейти по ссылке и добавится дискорд и все потестите получится на блокнотике поработать или рискнуть питью баксами супер начата ваши по тезисе не ваш просто останется будете общаться в дискорде но уже без доступа к платному контенту все очень просто это может показаться для вас странным каким-то не знаю бредом потому что все вокруг берут берут деньги все вокруг просят деньги на всякие марафоны обучалки так далее у меня такого нет я никогда не занимался обучением марафонами некие деньги вперед не просил у меня всегда были бесплатные периоды пришли потестили остались остались есть понравилось мне не понравилось остались бесплатным материалом и работайте дальше все очень просто вот поэтому добавлять пробуйте напишите в чат что хотите в тг я вам дам ссылку и вы по ней перейдете вот так вот да вот хочется потестить дал ссылку перешел подключился начал тестить все супер вот что у нас там еще по крипте а bitcoin смотрите помимо робота я на самом деле вот не подводил итоги по коротким разметкам которые дело потому что даже если вы не работаете с роботом у вас есть всегда возможность прийти и заработать ветки крипто трейдинг потому что здесь в частности я периодически публикую интересные истории где можно заработать за несколько часов вот недавно были кей rsr soul все они отработали и можно было заработать 353 процента на споте если вы используете плечи 5 плечо там 10 неважно вы заработали бы условно там 15 процентов 25 процентов и 15 и обратите внимание я как бы показываю вам то о чем я говорил на практике да то есть вы видите перекупленность увидите что свечный против анализ цена начинает падать вы видите перекупленность увидите молот висящие начинает падать вы видите перекупленность увидите доджи цена начинает падать вот и все как говорится делай всегда одно и то же и спина не будет болеть вот поэтому здесь главная дисциплина здесь маленькая часть теханализа и большая часть дисциплины напомню что свечной анализ у нас есть шпаргалка в закрепе и здесь есть и волны эллиота есть и сейчас сейчас вам дам про свечки у нас ну книга выложена есть книга по свечному анализу японским свечам есть книга по уровням все это что-то из закрепи в общем под этой булавой все эти книжки все эти книжки есть можно можно их найти изучить вот полная циклопедия графических паттернов булковский второе издание сам расширенное третье издание полной циклопедии где же были свечки а вот они японские свечи японские свечи о них как раз писал дайте по слову на попробуй найти то что я их точно выкладывал а вот они футы дупы не скандал вот они да вот и японские свечи и по ним можно книжку прочитали начали практиковаться общаться в дискорде спрашивать правильно видите свечки или нет и также есть все шпаргалки по свечкам как они должны выглядеть вот здесь есть целый энциклопедия свечных паттернов вот она все просто ваши глаза должны быть на тренированы видеть эти свечки вот как они как они выстраиваются на любом таймфрейме дневной недельный часовой 15 минут не важно вообще неважно ваша задача научиться видеть эти ведь свечи свечи уровне тогда вы находясь в дискорде прокачайте ваши знания биткоин давайте глянем на биткоин есть вкладка щит coins и вот наш биткойн не давайте так давайте начнем с того что я писал про биткойн вернемся дискорд крипто трейдинг я делал в своем терминале черную разметку вот отсюда даже помощь выше был нет нет давайте вернемся да я делал в своем терминале сейчас покажу два раза вот первый раз когда мы пробили 36 505 куда и о чем я писал ранее далее написал что следующий уровень 476666 655 прошу прощения вот есть ценовое действие и есть уровень за которым мы наблюдаем вот потом я написал что день вот не разделяют лонг просто потому что я не вижу точки входа не вижу куда цена стремится и не вижу самое главное почему она идет туда и и сейчас я не вижу весомых триггеров по которым цена растет вот вот весом чтобы я не знаю там одобрили и теф на bitcoin такого же нет нет поэтому я не могу сказать что вот я вот сейчас куплю и заработаю ну нет я сейчас в него заходить не буду не вне потому что я там боюсь биткоина там или еще что-то ну просто и как сказал я не вижу почему он сейчас должен расти и почему растет куда цена идет и ну для меня это все как бы чуждо есть куча других щиткоинов на которых можно спокойно зарабатывать и не участвовать в этой вакханалии потому что мне ну просто мне не нравится когда актив откровенно перекуплен вот здесь там на дневке например он дико перекуплен у него есть в вг а он не идет туда это не потому что и мне как бы все равно что я там прав или не прав я об этом миллион раз говорил мне важнее быть в прибыли чем быть правом или неправым и любому трейдеру в мире должно это из-за из-за американского выражения от моих коллег что неважно прав ты или не прав важно прибыли ты или нет вот поэтому я неоднократно я рисовал вот эти это фвг куда мы должны прийти мы не пришли сюда как бы ну зачем мне работать с активом который тупо непредсказуем скажете ставь средний окей вот средние да это средние до 10 20 можно было здесь войти в точку входа до вот . входа и могли заработку чем бабло но понимаете то такой момент что это вы мы здесь видим на истории что это была точка входа и потом все это выросло там на десятки процентов но таких точек входа и было здесь было дофига и потом они свалились в историю в никуда и были убытки как бы не у меня а у трейдера да у любого трейдера кто работает только тупо средними чего нельзя делать здесь были в убытке я об этом говорил в начале подкаста что ну не работает так что средние встали вы такие о все вот сейчас пойдет не пойдет средний собрали вот здесь информацию решили что пойдет в лонг они пошло это нормально а с как бы рыстаем там или магди так так не бывает все что вышло за пределы с тем же более на гребент я его тоже часто использую и вот эти полосы боллингера до боллингера что если актив выплюнули за его предел он неизбежно вернется в нормальное русло но bitcoin именно никак не вся крипто именно bitcoin он в этом плане он не работает по законам физики поэтому нафиг он не нужен как бы я и так заработают десятки процентов на остальных щит коинах вот так когда актив не предсказуем не отрабатывают фигуры не отрабатывают осцилляторы на хрен он нужен вот смотрите на недельном графе тоже показывал он перед перекуплен что он делает улетит дальше в перекупленность зачем зачем он мне или кому-то как бы у вас на одной чаши весов есть предсказуемые активы а есть на одной части чаши непредсказуемые активы и вы везде одинаково рискуете вот какими будете активно работать конечно теме которым можно предсказать анти которые двигаются хрен пойми куда и хрен пойми почему нафига не нужно вот да по поводу роботов сказал bitcoin сказала безубыточная серия сказал про сигналов так и сказал повторюсь ссылка будет под роликом переходите в дискорд пишите в чат в крипто чат что вы хотите попасть в тг получить сигналы и будут вам счастье гарантирован доход на самом деле в крипте тоже есть и он есть его обычных американских брокеров например но европейских тоже например в саксо банк ой саксо трейдер гол это брокер европейский который даст вам доступ к европейскому рынку он гарантированно даст вам два процента два с половиной по моему годовых если мы берем интерактив брокер он вам даст 48 процентов годовых гарантированно если мы берем крипто рынок то вы если у вас есть любой брокер криптовалютный да неважно там бинанс байбит или еще кто-то там тоже есть эти депозиты они называются earn есть такой оля накопительный счет его размещать туда любую сумму и они гарантированно заплатят вам доход там по моему начинается все от 4 процентов вот поэтому если вы даже не хотите участвовать во всех этих историях с трейдингом вы можете спокойно себе зарабатывать гарантированно доходом вот и все по крипте все давайте пойдем в америку подведем итоги по америке какие у нас были доходные идеи как отработал у нас моментом свинг трейдинг и ралли и рецессия давайте начнем с итогов прошлой недели это будет правильное правильнее по логике и так как вы знаете у нас есть ветка называется итоги недели она формируется исключительно роботом который на налаживался дольше всех и сложнее всех и он собирает каждую неделю нам итоги подводят итоги по очень важным рыночным показателям будущем и прошлом начнем с экономик мы видим что китай продолжает двигаться в сторону восстановления а америка продолжает скатываться в рецессию каждый гадает на своей кофейной гуще когда же америк до свалится сложно сказать когда она свалится вот но то что она гарантированно до свалится это вот такая неизбежная история и сейчас мы видим такой бычий ралли мы видим что все растет растут все направления все зеленое и даже если вы не торгуете акциями торгуете и те фами то мы увидите что прекрасно растут финансовый сектор real estate растет кто у нас еще тут информационной технологии то есть все они вот за месяц прямо вот индустрия индустриальная materials прямо двухзначные цифры самый snp 500 вырос за месяц на 9 и 5 процентов девять и пять процентов можно было заработать купив snp и ничего не делать я об этом говорил в прошлом подкасте что если не умеете ли не хотите заниматься трейдингом просто покупайте snp 500 и будет вам счастье что у нас на будущей неделе на самом деле у нас нет никаких весомых макроэкономических данных которые могут повлиять на рынок кроме безработицы она будет в четверг вот но больше такого ничего интересного не будет также мы видим что у нас уже 62 62 на уровне 62 находится индикатора который показывает сколько сколько какая доля какая доля акции внутри snp 500 выросла по итогам недели и мы видим что доля выросла на 8 процентов на 8 процентов выросла доля акции теперь большая часть акции snp 500 внутри снп 500 выше своих двухсотдневных скользящих средних мы здесь видим что даже этот индикатор нам нарисовал инверсионную голову и плечи и по сути отсюда пошел рост сейчас это голова и плечи отрабатываются и здесь мы были параллельно когда по данному индикатору мы были вот в самом низу на дне параллельно у нас индикатор страха и жадности был на экстремальном страхе поэтому эти все вещи закономерно взаимосвязаны и параллельно когда это происходило тот же викс был на пиках волатильность было максимально сейчас викс вообще свалился на какие-то минимумы волатильность на рынке нет на уровне 12 напомню что для того чтобы спокойно инвестировать у вас викс должен быть на уровне 16 а тут даже 12 прекрасно дик свой индекс доллара мы видим что он падает и это говорит тоже о том что пока он падает акции любые акции рынок акций сша будет расти что еще мы видим индекс страха и жадности что он на уровне жадности и мы видим что он движется к экстремальной жадности то есть он увеличивается это говорит о том что скоро нам нужно будет закрывать наши позиции и покидать прыгать прыгать за борт потому что в extreme grid уже когда будет экстремальная жадность надо будет фиксировать свою прибыль потому что мы к чему-то придем в этот период либо начнет рецессия либо года в военный конфликт либо либо что-то там со ставками что-то произойдет какой-то триггер произойдет и тут начнут все сливать вот поэтому мы должны быть среди тех кто вовремя увидит это и сольет а мы это увидим потому что у нас наши есть наикрутейшие роботы которые нам об этом сообщат лидеры аутсайдеры как я уговорил как я уже говорил почти все сектора от все 11 секторов показывали себя прекрасно кроме communication services он был в убытках по итогам недели но все остальное росло было на положительной стороне особенно real estate недвига сколько раз я слышал что недвига подешевеет на 30-40 процентов все лопнет ничего не лопается уже с детства это слышу никогда не лопался сантимент на рынке положительный много покупателей все растет все шикарно и все все настораживает нас настораживает когда все падает или когда все растет мы понимаем что скоро начнется какой-то разворот не знаю не не известно почему но он обязательно начнется так квартальные отчеты карта начнет на будущей неделе у нас пропал куда-то чтобы разбираться это итоги прошлой неделе и компании которые уже читались читались и мы видим что читается не очень хорошо и очень хорошо выросли по итогам по итогам по итогам отчетов вот но по bitcoin вы знаете что он двигается к уровню 40 посмотрим что будет дальше пока что номинация на его на его стороне лидеры аутсайдер по рынку россии но рынок россии по итогам недели как я увидел он просел 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 и надо быть осторожными поэтому лучше работать под радарами со всякими там третьими эшелоны пусть это и выглядит дико доллара прибавляет один процент евро прибавляет пол процента и она прибавлять тоже 1 процент ну и про золото и серебро я вам уже говорил америка чем она нам запомнилась она мы разработали на ней очень круто мы заработали на ней сто тридцать два точку восемьдесят девять процентов всего было размещено 12 идей и одна была в убытке остальные отработали просто великолепно сто тридцать два процента шикарно вот нас олег написал что он заработал 110 процентов все эти идеи были размещены в ветке свин трейдинг я по каждой ветке по каждой идее честно написал и дал ссылку где они шла речь палантир доги coin фубор coin кост кост калу в рт зс даже и те в страновой бразильский выстрелил тесла лимонад и дуа линга показал на маленький убыток но за счет серии сделок и за счет того что был загружен портфель мы заработали очень и очень неплохо что касается того почему все так сработало потому что весь ноябрь мы работали с низкой базой то есть мы работали с бумагами которых которых бросили которых бросили и но они хотели не хотели жить дальше мы увидели что например тот же coin это называется низкая база и он здесь бульта халса хотел вырваться я указал стрелками что вот ребята это будет пробой этом даже написал цена сделал уже три попытки это у нас когда было 12 ноября три попытки выйти из низкой базы и она выйдет из нее это только вопрос время то есть это было неизбежно это было неизбежно тут у нас есть ордер блок куда мы долетали то есть не долетали а куда у нас была цель долететь вот и за эти две недели с даты когда была опубликована идея вы заработали на коине 45 процентов это великолепный результат просто очень крутой похвалите себя если вы были дисциплинированы и заработали на америке так много денег за такой короткий такой короткий срок ну вот это это очень круто в целом обратите внимание как у нас как что у нас странно таки как бразилия начали расти и в целом как я здесь написал сейчас главных событиях что весь рынок развивающихся стран таких как бразилия он сейчас перья перепродан недооценен и перепродан я про перепроданности мне кажется весь весь наш весь наш подкаст говорю сестру перепродан то есть вот это вот правило покупая дешево продавать дорого это относится сейчас к между маркетс есть такой и т.ф. можно маркетс можно его купить он стоит там копейки вот и участвует в этом восстановление вот потому что это все дело будет неизбежно восстанавливаться вот эти вот все развивающиеся рынки они пойдут вверх вот можете поизучать почитать посмотреть что туда что сюда входит что еще бам 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 про роботов я вам написал а нет 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 не про это про я хотел сказать про nvidia про nvidia имейте ввиду что декабрь исторически плохой месяц именно для nvidia и он она может сильно просесть для инвестора это возможность купить хороший актив по хорошей цене то есть докупиться и конечно мы понимаем что случится рецессии это все обвалится но для этого есть топ ордера вот но имейте ввиду что видео может просесть и можно закупиться и еще что я обратил внимание на что это арк инвест фонда арк тут тоже есть низкая база и если вы на график просто добавить 30 среднюю недельный графику такие старшие то вы увидите что цена отвечает правилу лайков а выхода из базы в в стоит что то есть на этап 2 то есть по сути этот этап один и отсюда мы должны пойти вверх что этому повлияет на на этот рост я не знаю но неизбежно появится какой-то триггер который на это повлияет возможно арки скажут что теперь весь наш портфель это bitcoin и nvidia и полетят они вверх может быть и и параллельно еще и bitcoin и тф одобрит поэтому все может быть но иметь ввиду что вот эти арки как на которых мы солидно заработали несколько лет назад когда у нас еще был маленький телеграм-канал ну вот сейчас они вот в таки в таком в таком позиционировании но они будут восстанавливаться неизбежно будут это делать и это лишь вопрос вопрос времени нужно дождаться так какие изменения у нас по америке то все сейчас по америке роли лицей сказал моментум моментум я буду тестировать всю ну наверно есть декабрь не тестируйте активность им работать это уже старая ветка моментум на моментуме спасибо вам что вы пишете ваши результаты по моментуму я с ним работаю не плотно но в декабре я прямо окунусь его почему потому что ноябре я провалился в 3 эшелон пока тестировал российский 3 эшелон да это такие похожие истории моментум и 3 эшелон по россии сейчас я вернусь моментум буду активно там работать и делать разные публикации спасибо арусич который постоянно публикует то как он зарабатывает на моментуме это очень круто и будем двигаться с моментумом дальше я тоже буду в этом кину час напомню что моментум это робот который публикует самые быстро растущие по всем параметрам акции дешманские которые стоят там 50 центов 20 центов там один доллар на которых можно очень неплохо в моменте заработать поэтому называется моменту вот подводя итоги хочу сказать что мы убрали я убрал две ветки это стримы которые здесь были и опционы и потому что они вызывали постоянные постоянно лаги технические то они работали то не работали то отваливались то не отваливались то были публикации то нет мне это чуть-чуть поднадоело и я пока отключил когда мы наладим эту работу чтобы там ничего не отваливалась то все будет все вернется пока что я этого не могу сказать что у нас вернулась вот поэтому опционы и и стримы пока отключены вот но как я сказал в начале подкаста мы и наше сообщество в дискорде она самая технологичная потому что у нас есть 1 робот 2 робот 3 робот но смотрите пока я вел подкаст в 10 утра 10 утра была открыта сделка в доге 16 закрыта с доходом 19 процентов круто 4 робот 4 робота нам помогают зарабатывать каждый день и быть в курсе всего что происходит на рынке поэтому я отметил а вот такими роботами те ветки которые у нас работают при помощи алгоритмов чтобы вы понимали что это это делать роботы это круто и как недавно написал bloomberg до что если мы не будем вовлекаться во всю эту робототехнику в алгоритмическую в алгоритмический трейдинг нас просто выплюнет мы просто не не сможем конкурировать с машинами и мы мы проиграем поэтому я и интегрирую с каждым месяцем с каждым разом новые алгоритмы которые нам позволяет позволяет работать более и более эффективно с каждым разом это 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 очень важно по-другому по-другому быть просто просто не может поэтому будем больше делать автоматизации больше интегрировать роботов становятся более эффективными у меня на этом все всем хорошего декабря хорошего окончания года у вас есть все все возможности все инструменты чтобы прекрасно закрыть год и подготовиться к новому году уже с новыми знаниями у вас есть месяц переходите по ссылке под роликом заходите переходите в дискорд добавляйтесь в наш клуб общайтесь развивайтесь и готовьтесь встречать новый новый год с качественными знаниями держите верного курса всем пока